А в это время молодежь терраспольского шерифа, юноши не старше 19 лет, готовятся к раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Матч исторический. Впервые наша команда оказалась в весенней стадии Еврокубка. Игра, где решится все, пройдет 12 февраля. В Террасполе юношеский шериф встретится с цервенной звездой, чемпионом Сербии. В распоряжении тренерского состава 27 игроков. И среди них Денис Макалич. Родился и вырос молодой футболист в поселке Красное. Это Слободейский район. Первые футбольные победы были тоже там. Правда, тренироваться приходилось не на зеленом газоне стадионов шерифа, а на разбитом поле местной школы. Слободейский район, поселок Красное. На единственном стадионе местной школы ни души. Не потому что холодно, просто делать здесь нечего. Волейбольная и баскетбольная площадки, игровые зоны, беговые дорожки и даже футбольные поля. Разруха везде. Эти площадки, все которые ранее были асфальтированы, беговая дорожка, это все уже травмоопасно. Здесь видно, что асфальт уже разрушен, камни эти, дети когда бегут, когда играют. Ну все мы же понимаем, что такое спортивная игра. Это же не стоишь на месте, это надо двигаться. Вот поэтому даже были случаи, что у нас травмы здесь были. Ситуация изменится уже в этом году. Школьный стадион и по совместительству единственный спортивный центр поселка включили фонд капитальных вложений. Не падать, спотыкаться, ударяться ногами, потому что очень больно, неприятно ногам. Бегать по камням, по неустойной тропинке, ну это как бы тоже не особо. Все камни чувствуются, даже если стекло, там можно, не дай бог, порезаться. Поэтому, если тренируется стадион, то будет очень великолепно. На восстановление стадиона направят более 600 тысяч рублей. Сотни тысяч на воспитание будущих звезд спорта. И такая работа идет по всей стране.